Стоимость так называемого борщевого набора стала самой высокой за последние несколько лет. Об этом говорят и экономисты, и производители продукции. Эксперты связывают небывалый рост цен с неблагоприятной погодой, из-за которой часть урожая просто не успели собрать. Были действительно сложные погодные условия и осенью, да и весной, когда развивалось все. Урожай действительно стал несколько меньше, но понятно, что во всей России меньше засуха. Это различные катаклизмы, связанные с тем, что залило весной, была очень холодная весна. Но три недели позже стал мы сеять, сажать, скажем так, из-за погодных условий. Несмотря на не самые благоприятные погодные условия, план по уборке урожая в подмосковном совхозе имени Ленина практически выполнили. Точные цифры можно будет назвать после завершения сезона полевых работ. Примерно за день мы убираем 450-500 тонн в контейнер, где-то примерно 850 килограмм в одном. Обычно капусту сюда больше убирали, в этом году видишь, что по 4000 тонн только уберем. А так в среднем сюда убирали 6-7, в этом году поменьше. Ну, на гектар, скорее всего, было меньше у них, а площади, да, меньше посадили. Самое главное сейчас, по словам директора совхоза Павла Грудинина, сохранить собранный урожай. Проблем с этим здесь не было никогда, а вот со сбытом продукции могут возникнуть трудности. Почему-то районная или городская администрация не заинтересована в том, чтобы обеспечивать первую реализацию именно отечественных товаропроизводителей местных. Власть совершенно не думает о людях, к сожалению, и поэтому мы не можем собственной продукцией торговать на территории района, теперь уже городского округа. Несмотря на сложности, совхоз имени Ленина продолжает показывать отличные результаты своей работы. Это касается не только производства сельхозпродукции, которая считается одной из лучших в стране. На предприятии в первую очередь заботятся о своих сотрудниках. Здесь созданы все условия для комфортной жизни. Самая лучшая в Европе школа – детские сады, развитая инфраструктура. Сегодня совхоз имени Ленина по праву можно назвать территорией социального оптимизма.